Канты люкс на Клющике в ноябре и декабре. Донстрой. 495-925-4747. Подробности и проектная декларация на сайте donstroy.com. Бумага для принтера, курьерские услуги, страхование. Итак, каждый день. Как обеспечить бизнес всем необходимым и тратить меньше на офисные расходы? Откройте зарплатный проект на картах Мастеркард и получите доступ к спецпредложениям. С программой Мастеркард Бизнес Бонус. Ваша компания сэкономит до 25% на мобильные связи, курьерских услугах, авиабилетах, топливе, канцелярии, такси. А ваши сотрудники будут получать бонусы в кафе, супермаркетах, кинотеатрах, просто расплачиваясь зарплатной картой Мастеркард. Мастеркард Бизнес Бонус. Выгодный для бизнеса. Программа действует с 1 октября 2011 года по 31 декабря 2014 года. Информация об организаторе акции, правил перепроведения, привилегиях, срок, вести и порядки их получения на mastercard.ru. Мастеркард Юр СПРЛ. Удача для каждого звучит по-разному. Так. Или так. Для покупателей Форд удача звучит так. Форд расширяет границы и представляет новые условия акции «Водительский капитал». Теперь вы можете приобрести Форд Фокус по цене от 565 тысяч рублей, а Форд Мондео от 769 тысяч рублей. Не упусти свою удачу! Акция действует до 31 декабря 2013 года. Подробности у официальных дилеров и на ford.ru. Александр, что важнее для человека с высоким вкусом? Хорошая кухня или атмосфера ресторана? Для несформировавшейся личности главное, Иван, чтобы вкусно кормили. Только истинные гурманы понимают, что изысканные блюда раскрывают свой вкус только в окружении достойной их красоты. Что-то я сомневаюсь, Александр, что вам такие места знакомы. Иван, идите вы в сад. Весад, ресторан Урганта и Цикала, оранжевея для гурманов, Никиманская набережная, дом 4, 2, 3, 783-8108. Сколько же у них тут видеокарли! Кто-то пишет, красивые персты, калаврат? Калаврат! Это надо каждому посажеру. Мне это ужасно нравится. Это какая-то дизайнерская фигня, я бы израил закупил. Это кожа и золото. Круто. На что не снимаю, вот уже вторую неделю. Эхо Москвы. Ну, калаврат, да. Израильский калаврат. Радио Эхо Москвы и компания RTI представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Главный редактор независимой газеты Константин Римчуков. Добрый вечер. Добрый. А давайте мы с Павловского начнем. Что это за история вообще такая странная с ним? Сегодня арестовали в полотенце, в непонятных джунглях. Непонятно, что происходит. Ну, история достаточно давно началась, странная сегодня. Одна из остановок в этой истории. Трудно комментировать, поскольку поведение весьма импозантное, нестандартное. Демонстрирует Сергей Полонский. И если хотел бы скрыться, то мы понимаем, что за деньги, даже по тому видео, которое сегодня распространено в сети, за миллион долларов готовы были его не выдавать. Еще один миллион, тихо отдай. Люди тебе другие документы справляют. Еще за миллион купи остров и искройся вообще от всех. И чтобы не знали, это такой пиар мучный, который был в последние месяцы. Все видели эту красивую жизнь на фоне нервных криков пайщиков или дольщиков Кутузовской мили, которые считали, что их почти на 6 миллиардов рублей обманули с их инвестицией в этот проект. Злить их тем, что я пью дорогое вино, ем свежую рыбу, живу на своем острове, купаюсь, было неразумно. Поэтому не совсем понятна линия защиты в данном случае, потому что защищаться надо было, это очевидно. Но сегодня мы увидели, что предельная публичность привела все правоохранительные органы прямо по месту его жительства. Хотя сообщалось, что он там сбежал в джунгли куда-то или в город. В общем, его взяли в одном полотенце и сейчас привезут сюда и будут дальше выяснять. Распираться с кредитаром. Но в целом, конечно, вот такая политика пиара у меня всегда социализуется. Когда я вижу на федеральных каналах какой-нибудь банк начинает пиариться в программе, типа, что где-когда, значит, жди, что скоро выяснится, что кто-то. Типа, что бы я не знаю. Ничего конкретного тут нет. Типа, типа массовая какая компания, да, начинается такое ощущение, что у бизнесменов есть представление, чем больше их знают, чем более они публично, тем больше иммунитет это им дает в разноотношениях с правоохранительными органами. Это не так. А такое впечатление, что именно вот к Полонскому прицепились или действительно это просто от того, что он каждый шаг свой освещает в интернете и как-то вообще вот действительно является такой привлекающей внимание СМИ экстравагантной персоной, кажется просто, что его очень много. Или есть некая неравномеренность внимания? Нет, ну, нам же объясняли уже даже по, по-моему, по делу Навального следственной, кто-то из представителей следственного комитета объяснял, мы бы, может, и не дошли до этого дела с Кирахлеса, но человек так себя громко заявил в политике, что решили, что это кто-то такой. Это, я помню, было ужасно неуклюжее интервью, по-моему, это Маркин был, когда он просто объяснил, что мы обратили на него внимание, потому что у него образовалась некая политическая повестка для страны, поэтому решили разобраться, кто это такой. Здесь, я думаю... А у Полонского какая повестка, кроме Кремлевской мили и очевидных точек? Нет, ну, вот это, мне кажется, что ты либо должен регулировать вопросы индивидуально со всеми, но не через СМИ, а если денежки улетучились, а в обмен жилья нет, то, мне кажется, это такая тихая, кропотливая работа с каждым инвестором, самых буйных надо там успокаивать. Ведь вот, насколько я помню, в свое время Мавроди действовал таким образом, что самые крупные инвесторы в его ММО, он с ними со всеми... Я не там как-то тихо смею. Он урегулировал. Какие вот эти... Потому что там было много структур типа МВД, типа таких серьезных людей, которые вкладывали серьезные деньги, вот он с ними со всеми. Крупные другие инвесторы, он со всеми регулировал. Поэтому против него возбуждали уже дела просто из принципа, чтобы наказать на такой тип пермидального инвестирования. Ну, да, ну, да. Конкретных людей не было. Ну, Мавроди, как бы его человеком бесхитростным не назовешь, так деликатно скажу. А если... Потому что мы видели различные стратегии вот такого типа поведения, оно имеет разные стратегии. И мне кажется, что если бы Полонский пошел по пути Мавроди, тихо урегулировать, со всеми инвесторами находить деньги и расплачивать со всеми, то, может быть, и не дразнить всех в своей красивой жизни. Что такое в сознании людей, да? Да, да, да. У тебя свой остров. Да, это значит, у тебя есть чем расплатиться с кредиторами, безусловно, да, или с дольщиками обманутыми. Последняя на эту тему, уже даже не говоря о лично Полонском, есть ли некая закономерность в том, что вот эти вот бешеные деньги 2000-х годов, такие вот безумные совершенно, они падали с неба не всегда, скажем, на тех, кто их мог заслужить, там, я не знаю, интеллектом, упорным трудом или там бизнес-смекалкой какой-нибудь. И вот мы видим сейчас разные примеры поведения, которые нам кажутся неадекватным для людей, которые вроде бы должны были быть умными и хитрыми, если они заработали раньше большие миллионы и миллиарды. В вашем вопросе как бы содержится некая подсказка к ответу. Нет, нет, это версия, просто я хочу ее проверить. Я очень коротко вам скажу, что нет. Мне кажется, что Крис 2008 года выявил молодость нашего предпринимательского класса и бизнесменов, которые построили вот на волне бешеные инвестиционные деятельности с начала 2000-х, с ростом цен на сырье, и легкой доступности кредитов, построили модель долгового финансирования своего бизнеса, абсолютно утратив даже признаки риск-менеджмента, а что будет, если случится кризис. Им казалось, что кризис не случится и что цена недвижимости будет всегда идти вверх. И вот когда в 2008 году случилось, и до сих пор ничего не отросло, не вернулось, вот, мне кажется, это уже 5 лет тяжелейший урок для всех бизнесменов. Просто оказались не готовы. Мы сейчас сделаем перерыв на одну минуту, затем продолжим программу «Особое мнение» с Константином Ремчуковым. Для тех, кто не помнит. Нет, хорошо. Да, почему тебя все хотят заморозить? Потому что я не знаю, как другие люди в этой студии, я говорю, я не знаю, как другие люди, которые приходят в эту студию. Но у меня всегда становится страшный холд, когда включают эти кондиционеры. ...и римского Патриция или веквам индейца Апачи в замок русского Феодала или фанзу корейского РВК, тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест» застройщик живого микрорайона «Изумрудные холмы» представляет новую игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням в 9.11. Как воздействовать на проблемные зоны при геморрое? Снаружи используют геморрой или изнутри при помощи капсул? Попробуйте Проктонис. Сочирание капсулы крема борется с геморройом с двух сторон снаружи и изнутри. Проктонис – двойная победа над геморроем. Огромное количество телефонной коммуникации, телефоны вниз в игру, чтобы они даже не мигали. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты» в этой студии. Мы в эфире «Эхо Москвы» на экранах сети «Визора» и на экранах «РТВАЙ» и «Дайзер». Я не могу завершить предыдущее предложение. Давайте, я думаю, вы завершите. Нет, это в целом, потому что это имеет отношение в том числе и к проблемам нашего экономического роста, из которых проистекает огромное количество проблем, связанных с пенсионной системой, с темпами экономического развития, с прогнозами, которые выяснилось, идут по самому плохому пессимистическому сценарию до 30-го года. Потому что сейчас сценарный подход преобладает в нарисовании будущего. Если раньше использовался метод экстраполяции, берем тенденцию этого периода, экстраполируемое на будущее и прогнозируем. Потом поняли, что появляются новые факторы, от которых зависит экономическое развитие. Поэтому перешли, первым были нефтяники, а потом перешли все остальные к сценарным подходам. Оптимистические, средние, пессимистические. К сожалению, этой осенью выяснилось, что Россия развивается, и скорее всего, в ближайшие годы, до 20-го, а то и до 30-го года, будет развиваться по пессимистическому сценарию. И вот это одна из самых важных новостей этой осени с точки зрения экономики. Потому что никаких оснований для абстрактных, позитивных ожиданий. А вось как-нибудь все срастется и покатится. Нет причин, чтобы срастлось и покатилось. Да, но вот если мы говорили о Полонском, вот его модели долгового финансирования и многие другие ребята, которые в период роста цен на недвижимость брали кредиты обеспеченной недвижимости, либо стоимости активов на пике глобального спроса на сырье. Когда Китай рос, когда Азия росла. И выяснилось, что цена их компаний, которые, как правило, акции лежали в основе залога, либо цена экспортной выручки, не возвращается к той стоимости, по которой они брали кредит. И выяснилось, что кредит, который они взяли, условно говоря, я беру кредит 20 миллиардов долларов. Моя компания стоит 40 миллиардов долларов. На период 2007 года, да, я 50% в компании заложил, чтобы взять 20 миллиардов. 20 миллиардов у меня остались по номиналу моим долгам, которые я должен заплатить, а компания моя вместо 40 миллиардов стала стоить 10. То есть мой долг уже в два раза дороже, чем компания. Каким образом реструктуризировать этот долг? У правительства не оказалась внятной стратегии, что делать с активами российских компаний, которые обесценились до такой степени, что они не в состоянии помочь им расплатиться. Поэтому кризис 2008 года, с моей точки зрения, вынул из процесса экономического роста огромное количество активистов начала 2000-х, конца 90-х годов. Вот они сейчас бьются только за одно. Сохранить свой бизнес, каким-то образом перекредитоваться, каким-то образом выйти. То есть никаких целей, связанных с дальнейшим развитием, у них нет. С другой стороны, государство за это время усилило свою позицию в экономике и породило вот эту бюрократическую модель развития, связанную с госмонополиями и с госкорпорациями. И до частных бизнесов дело так и не дошло. Поэтому в Полонском воплощен драматический крах вот этой модели долгового развития, когда люди не могли оценить свои риски, когда брали кредиты, не сомневаясь, что их все небоскребы стоят, бесчисленные миллиарды будут стоить еще больше, и неразумно распоряжались этими деньгами. Все, заканчиваем. Да, спасибо. На самом деле, действительно, вот вся вот эта история с Полонским, она, конечно, больше, чем просто экстравагантный человек в полотенце, который там где-то вот, который так неудачно спалился в Камбодже. Это несомненно так. Но у нас еще одна очень драматичная история. На очереди, тут спрашивает вас, знаете, кто? Вот спрашивает ваш слушатель. Ну, Дмитрий, да, спрашивает из Екатеринбурга. Я добавлю к его вопросу. Он спрашивает, зачем Янукович ездил к Путину? А мы знаем, что позавчера Янукович практически секретно, инкогнито и просто вот в черных очках буквально прилетал в Москву. А сегодня, при всем при этом, как ни странно, выясняется, что нафтогаз в Краине прекратил закупать российский газ. И что это значит? Зачем он тогда приезжал? Да, наш корреспондент нашей газеты Татьяна Юженко из Киева. Я перед эфиром звонил. Я говорю, Таня, что это за секретная история? Вот она говорит, что ей источник, близкий к президенту Украины, сообщил, что встречались они с Путиным на военном аэродроме. Это даже не было в Подмосковье. Это война уже у нас что-то теперь? Нет, ну просто это была действительно короткая такая встреча, в которой они встретили. Не знаю, насколько достоверно, но то есть Путин так сказал. То есть Путин его встретил на полустанке практически? И более того, было сказано, что обсуждали, вот через запятую этим помощникам было, коротко обсуждали газ, запятая Снолден, запятая Тимошенко. Вот, и вот этот Татьяна Юженко, значит, спекулирует. А Снолден будет? Нет, ну там много же политологов, и знаете, когда нет информации, начинаются конспирологические версии. Не надо ли обменять Тимошенко на Снолден? Кому их отдать? А Снолден – это газ, а газ обратно на Тимошенко. Что касается газа, то накопленного газа на Украине хватит, чтобы пройти этот зимний сезон. То есть на эту зиму точно хватит? На эту зиму хватит, да. А на следующий уже нет? Про следующий сейчас не думают, потому что сейчас идет торг. Торг, насколько я понимаю, вот в рамках подготовки к сегодняшнему эфиру я посмотрел, какие крупные вещи сейчас определяют российско-украинские отношения. Как известно, через две недели будет в Вильнюсе встреча, на которой ожидается, что Украина подпишет договор с Евросоюзом о ассоциации с Евросоюзом. А Россия категорически не нравится это направление деятельности. И Россия предлагает Украине взамен интеграции с Евросоюзом интегрироваться с нами, с таможенным союзом, с Евразийским союзом. Приезжайте к нам на Колыбук. Да. Значит, тут есть много смыслов, которые уносят принципиальный характер. С одной стороны, конечно, многие на Украине хотят интеграться с Евросоюзом, понимая всю жесткость последствий такого шага, за то, чтобы через какой-то ряд лет, 10, 15, 20, выстроить институты и работающую систему и качество жизни, скорее всего, похожие на европейские. Мы в противовес, ничего про институты, про качество жизни не говорим, мы говорим про рынки, про доступ украинских товаров на наши рынки, показывая, что конкретные текущие выгоды, скорее всего, в пользу украинского народа. Поэтому полемика носит, как бы, с одной стороны, методологические, абстрактные выгоды будущей цивилизованной жизни Украины в Европе, с другой стороны, конкретно, вот зима будет, и уже у нас что-то будет легче с точки зрения цен. Что здесь существенно? Янукович понимает, что для того, чтобы Иазаров устроил пресс-конференцию, на которой обозначил цифру, оказывается, для того, чтобы адаптировать украинскую экономику и все стандарты промышленно-экономические к требованиям Евросоюза, им потребуется 160 миллиардов евро украинцам в ближайшие годы потратить. Это колоссальная сумма, которая должна быть вынута. Но это такая, знаете, принудительная модернизация институтов. Вот за 160 миллиардов евро вы становитесь периферийной частью Европы. То есть, вам никто не... А, простите, а 160 миллиардов евро, это то, что они могут откуда-нибудь вынуть? Нет, они будут вынимать отсюда, они будут брать кредиты. Нет, они будут кредиты. Вот стоимость всех... Азаров, премьер-министр, ему стоит доверять, да? Он же, как бы, здесь не может обманывать. Он просто уже результат на техническом уровне переговоров с Еврокомиссией показывает, чтобы такую страну, как Украина, адаптировать к Евросоюзу, требует 160 миллиардов евро. Но это будет лишь означать, что теперь территория, вот как вот этот стол, стала похожа на вот эту. Ну, вот это периферийная часть Европы, а вот это центральная часть Европы. В центральной части Европы находятся Германия, Франция и другие более развитые страны. Поэтому сами по себе выгоды не автоматически притекут на Украину. И вот это, как бы, концептуальная вещь. Стоит или не стоит. Более конкретные вещи, вокруг которых происходит торговля. И вот эти визиты, в том числе и тайные, это должно действовать на европейские столицы накануне саммита. Это кредиты, цена кредитов. По какой цене Украина может получить кредиты на свои экономические и социальные потребности? Либо от России, либо от Евросоюза. Вторая часть, волнующая Украину, это цены на газ. По какой цене? За российский газ, в частности, либо альтернативные поставки. Да, они будут жить. Наконец, третья, очень существенная часть, связана с 2015 годом поддержкой Януковича на президентских выборах. Это уже близко. Это уже очень близко, потому что 13-й заканчивается. Вот если, предположим, Европейский Союз скажет, а мы поддержим Януковича на президентских выборах, тогда возможно, что он пойдет сюда. Тут, конечно, фактор Тимошенко. Известно, что европейцам хотелось бы, чтобы до саммита в Виллисе Тимошенко оказалась в Германии уже на лечении, но происходит торможение в принятии соответствующих законов, хотя там, по-моему, три варианта закона даны, а каким образом применить этот закон к другим осужденным? Будут ли они иметь право, все другие осужденные в Украине, получить право лечиться в Европе? Или этот закон имени Тимошенко применил только к Тимошенко, насколько это хорошо? Плюс Азаров, достаточно раздраженный, в манере, я видел его объяснение, сказал, что европейцам объяснили по пунктам вину Тимошенко. И то, что они на нас сейчас давят, вот все на частном уровне признали, что там есть состав уголовного преступления. И то, что они требуют, чтобы мы ее там освободили, или помиловали, или что, это неправомерно. Поэтому, если мы не вступим, или не подпишем соглашение с Евросоюзом, то это будет на совести европейцев, которые знали, что наша правовая позиция безупречна. Поэтому здесь большой набор факторов, с моей точки зрения, но в основе которых все равно лежат деньги. Потому что кредиты, сколько будет стоить, сколько будет стоить газ, и будет ли поддержка Януковича на президентских выборах, что тоже в конечном итоге означает деньги. То есть, получается, что, например, такая вещь, как сентиментальные чувства по отношению, вернее, про отношения двух братских народов, они занимают здесь не первую газету. Мне кажется, совсем уже улетучивающаяся прослойка людей. Жизнь жесткая, жизнь ежедневная, жизнь с текущими проблемами, и люди, которые могут голосовать сердцем, мне кажется, их все меньше и меньше. А нам должно быть, вот нам с вами, например, должно быть обидно, что Украина куда-то уходит из нашего привычного пространства? Ну, мы с вами разные люди, скорее всего. Поэтому, если вам что-то обидно, мне нужно обидно, и наоборот. Мне вообще не обидно, вот искренне говорю, что вообще не обидно, что каждая из тех республик, которые входили в состав СССР, в составе независимого государства. Я довольно часто бываю за границей, и то, как меня принимают на Украине, вот, сердечно, тепло, как рады, мне искренне, вот никуда я в Крым прилетаю, или в Киев прилетаю. Я заполняю декларацию, что я привожу там тысячу долларов, я прихожу в ресторан, у меня дочь с женой с моей мамайски летали в Киев, говорит, более гостеприимных. Я не понимаю, в какой форме я хочу иметь Украину, помимо той, в которой я имею соседу. Даже в Грузии, несмотря на всю войну, и все эти ужасы с Грузией в отношении, даже в Грузии, на самом деле, между людьми все хорошо. А Узбекистан, А Туркмения, я вот в советское время часто бывал в Ашхабаде, там, или в Душанбе, ну, какая разница, люди живут, они сделали свой выбор, ну, они же меня принимают, я приезжаю с добрыми намерениями, так же хорошо, как меня принимают в Токио или в Нью-Йорке. И я, у меня нет этого чувства, у меня нет этого чувства, что вот я хочу, чтобы они были еще... Тем более, что я не совсем уверен, что научник хорошо умеет им управлять, своими территориями, о чем говорит огромное количество проблем. Да, и об этих проблемах в территориях мы поговорим через несколько минут после краткого выпуска новостей и рекламы. Это программа «Особое мнение». Я тоже не понимаю этих воплей про то, что все теперь, почему все, какая разница, в каком там качестве ехать в Киев. Все равно они там говорят по-русски, но точно так. И все то же самое. «Сказпромы заметно подешевели, потянули за собой весь рынок на информацию об отказе Украины от закупок российского газа. Да, кто-то считает, что свадьба к Путинности машинка спасет ситуацию и вернет Украину обратно. В целом, индексы ММВБ и РТС потеряли сегодня около полупроцента. Как сообщили СМИ, «Навтогаз Украины» полностью отказался от закупок российского газа 8 ноября. Компании заявили и торта, что не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. В «Газпроме» по-прежнему хранят молчание. Я думаю, что уже про пенсионные накопления нет смысла возвращаться к этой экономике. Вот уже про универсиаду, факел и всю эту штуку. И задержали. Сейчас следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте, сообщил Интерфакс официальный представитель подмосковного главка СКР Ирина Гуменая, содержанная работает во вневедомственной охране северного округа столицы. Семьи погибших при взрыве водового газа в жилом доме в поселке Загорский Дали в Подмосковье получат по 500 тысяч рублей компенсации, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. Получившим тяжкий вред здоровья выплатят по 200 тысяч рублей. При взрыве газа погибли 5 человек, еще семь госпитализированы. На месте ЧП продолжается разбор завалов. Наказавшись в зоне непогоды в Таиланде русский монастырь просит о помощи. Послушники самостоятельно борются с последствиями ливня, оборами воды на территории единственного права. Тут Виктор пишет. Ольга наивный человек. Я когда в 70-х в киевском ВОКУ, в какой-то университете, я не знаю, наверное, учился, нас еще тогда москалями называли, хотя девушки замуж выходили за москалями. Ну, нормально. В Киеве, конечно, какая-то есть все-таки особая атмосфера такого юга, да? Что-то там такое расслабленное, такое сладкое, в воздухе. Город-праздник. Это прекрасно. Мне очень нравится. Борщ с Панпушкой. Хороший город. Город-праздник. Город-праздник. Простивый. Город-праздник. 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 Как выглядит ваша персонально сшитая победа? О новом тренде в индустрии классической мужской моды, о ценах и о положительном влиянии хорошего костюма на вашу карьеру расскажет генеральный директор голландской компании IconSuite Дмитрий Ницаев в прямом эфире Эхо во вторник 12 ноября сразу после полудня. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение. Мы продолжаем программу Особое мнение у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Константин Ремчуков главный редактор независимой газеты. Я вас хочу спросить про спорт. И я для этого выбрала вопрос слушателя с ником Лопатин46 который задает его экстремальным образом абсолютно просто и радикальным. Как вы считаете перед чемпионатом мира по футболу в России будут ли так же издеваться над футбольным мячом как мы не над факелами катать по стране затаскивать в открытый космос пытаться утопить в Байкале на что еще хватит фантазии у наших фанфаронов. Почему почему вот так много людей вокруг можно сказать стебутся извините меня за это за эти же организмы над всеми этими приключениями факела и тем что происходит вокруг Олимпиады. Ну мне кажется несколько причин первое это ощущение что не все так благополучно в стране с точки зрения социально-экономической жизни обеспеченности стариков больниц поликлиник и далее по списку факел и Олимпиада вот это праздничное настроение выглядит таким как бы искусственным допингом посмотрите как хорошо то есть люди взрослеют мне кажется и в политическом и социальном плане и не воспринимают эти матрешечные радости как сущностные глубок такой получается с одной стороны с другой стороны конечно ну и поменялась страна поменялись центры формирования общественного мнения если раньше ну как бы один был центр рупор ну Олимпиада 80 как надо было радоваться Мишке как сейчас появился огромный сейчас появился интернет где формируются альтернативные точки зрения на то что происходит и все больше и больше вопросов достаточно содержательных при тех нерешенных социально-экономических проблемах в стране имеет ли смысл вкладывать деньги в такого рода спортивные мероприятия Вы считаете имеют? Ну я не могу однозначно ответить я могу объяснить логику того почему считается что это единственный способ принуждения к модернизации российской экономики скорее всего Владимир Путин поуправляв страной и обнаружив что страна институционально разболтана воровата и недисциплинирована кстати все больше и больше исследований посвященных анализу проблем с российским управлением отталкивается от того что у нас культурная традиция языковая традиция хуже структурированная чем где бы то ни было я получил одну статью да нет очень забавно было один профессор два с половиной года провел исследование нашей управленческой традиции и вот он говорит вот вы можете представить фразу I love you вот по-английски она звучит I love you я тебя люблю по-русски можно сказать четырьмя способами love I love you you love I you love I you I love и так далее я тебя люблю тебя я люблю люблю я тебя тебя ну и так далее вы сами понимаете эти слова не будет ошибки в отличие ангельского языка и тут все доводит этот смысл вот им кажется что такая слабая структурированность и возможность вариативности ведет к тому что и команды которые отдаются и команды как они понимаются могут ну это одна из 12 проблем я даже хотел как-то рассказать ну может когда-нибудь эфир будет можно подробно остановиться там достаточно забавно как мы на дорогах ездим дисциплина как принуждение сейчас не об этом вот Путин смотрит и он принимает решение что развивать страну с такими особенностями можно только в рамках реализации больших проектов например Олимпиада в Сочи в совокупности вложится 60 миллиардов государственных и частных денег сколько-то безусловно там разворуется но под принуждением обязательств международных и кстати вот я когда ездил две недели назад смотрел эти объекты очень часто все объекты просматривают спрашиваешь а вот это что такое зачем вот это сделать а это говорит международная федерация от нас потребовала а это а это международный олимпийский комитет потребовали дополнительную парковку там для инвалидов то есть наши бы мудрецы они конечно ничего такого не делали но вот эти вот требуют и делают и вкладывают укрепляют делают удобно я думаю такой приход цивилизации вот инфраструктурная обеспеченность Краснодарского края на десятилетия будет опережать среднюю инфраструктурную обеспеченность страны я думаю гипотезу высказываю что то как я смотрел действительно очень много вот посмотрите вот как Петр Первый создал Петербург в свое время там говорили же мы же в школе учили на костях был построен сколько губнили сколько пришлось бород отрубить как недовольна была Москва тому что Питер создавался в каком-то гнилом болотном месте он бород рубил вот Путин для себя это его Петербург вот то что он в Сочи построил Краснодарск 50-60 лет не знаю они там переименуют его в Путинград этот регион потому что они будут ощущать последствия этих инвестиций Красноярск универсиада в этом году была универсиада летняя в Казани огромное инфраструктурное вложение продвижение теперь возьмутся за Красноярск АТЭС подальше было труднее было контролировать многое упало или смылось водой но все равно вот эти попытки вот такого мне кажется что при той модели которую сам себе построил Путин а это ограничение его ума оно ограничение состоит в следующем государство это все государственные корпорации это самый надежный способ давать указания чтобы хоть кто-то что-то делал потому что я ограниченное количество управляющих этих компаний Сечина Миллера Костина могу призвать всех в кабинет постучать кулаком и потребовать ну да я могу сам прилететь в Сочи и там как работать с тысячами или миллионами никто не знает поскольку эти тысячи и миллионов не хотят быть просто муравьями работающими потому что в них пробуждается какое-то сознание а иногда и политические интересы может не нравится губернатор или правоохранительная система это большая заморочка поэтому чтобы вынуть как субъектов они не вписываются в концепции поэтому в той концепции которую он избрал для себя это единственный способ для него развивать страну и это вот он абсолютно это я так понимаю делает искренне потому что он после себя хочет оставить какие-то раздвиги и это одновременно является тупиком для России потому что количество государственных корпораций рабочих местных высоко интеллектуальных креативных и высокооплачиваемых минимально все рабочие места сосредоточены все равно в столичных регионах вот и естественно все труднее и труднее сориентировать молодежь на то чтобы она видела свое будущее здесь потому что нет возможности развить вот это может она хочет сама молодежь почему хочет сама хочет сама что-то себе конечно поэтому она не может да 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 она не может поэтому они И вот это, мне кажется, самое большое последствие централистского типа модернизации в России – это то, что количество субъектов хозяйственной деятельности уменьшается, бюрократия становится доминирующим классом, а это тупиковая вец, потому что бюрократия – это расходы, это не доходы. Они не генерируют доходов, они генерируют только расходы. И бюрократия в конечном счете не создает новых качеств и смыслов. Вот хочу успеть последнюю попросить вас прокомментировать историю. Вот этот вот совет ректоров вузов Санкт-Петербурга, его совет по идеологической работе, созданный для усиления работы со студентами, и циркуляры, которые он распространял по питерским вузам. Вот назначить ответственного за работу возглавляемым вам и так далее до 18 ноября. Я тоже когда увидел, то очень удивился. Какой-то просто... Да, совет ректоров назначить человека, отвечающего за идеологию. За какую такую идеологию? У нас запрещено идеология. Сегодня правящая партия одна, одна идеология, завтра другая, поэтому на всякий случай это отменили. Во-вторых, такую ставку может утвердить только, я так понимаю, Министерство образования. Потому что совет ректоров при всем уважении к этой структуре является общественной организацией. Он не может такой ставку, во-вторых, описания компетенции. Кремль вряд ли бы пошел на такую. Там при всей критике кремлевской политики, вот, все-таки так грубо потребует... До такого критика не доходит. Не могли, это инициатива питерских ректоров, и, мне кажется, странно для вузовского уровня такая неточность в терминологии. Скорее всего, моя гипотеза, посмотрим в ближайшие дни, подтвердится она или нет, речь шла просто о воспитании студентов в рамках вообще вузовского воспитания, как патриотического воспитания, как... Ну, и в целе воспитания, они же написали идеологию. Да, а уж выделять единицу, которой был зам ректора по идеологии, это совсем тупизм, который, я думаю, в ближайшие дни его опровергнут или отрекутся, скорее всего, отрекутся. Мы можем поспорить с вами, отрекутся или назначат, вот тут или одно, или другое. Мы поглядим. Да, на мороженое, с кемо. Все, договорились, и с кемо шоколадили. На палочке. Да, вот коричневый шоколад. Да, 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 конечно. Все. Константин Ремчуков в программе «Особое мнение». Спасибо большое. Спасибо. Реклама. А у вас есть несколько минут?